Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 5 ноября. Житие святого Ионы, архиепископа Новгородского. Святой Иона, в мире Иоанн, родился в конце 14-го столетия. Когда ему было три года, его мать по воле Божией предала Господу свою душу. А через четыре года после этого, семилетний отрок остался полным сиротою. Но Господь не оставил его без своего попечения. Он вложил мысль одной добродетельной вдовицы, Натальи Медоварцевой, взять к себе бедного сироту на воспитание. С материнским попечением она заботилась об отроке Иоанне, который от рождения был слаб здоровьем и требовал хорошего и бедительного ухода. Наталья Медоварцева кормила, одевала отрока. Не оставила она его и без пищи духовной. Она отдала его на обучение одному дьяку, у которого училось много других детей. Слабый от рождения, робкий вследствие бедности. Святой отрок с самого поступления в училище сильно отличался от своих товарищей. Он не принимал участия в шумных детских играх, любил тишину и уединение. Со всем усердием и старанием стал учиться и своими быстрыми успехами и добрым нравом. Все сильнее снизкивал в себе любовь со своей приемной матери. Однажды товарищи Святого Иоанна после вечерни стали играть на улице. Благосчастливый отрок был тут же. Он не принимал участия в игре своих сверстников, а только наблюдал за ними. В это время на улице показалось какой-то неизвестный до сих пор Новгороди человек. Который походил на юродиво. Это был святой Михаил Клопский, памятью 11 января. Пришедший из далекой области, никому еще до сих пор неизвестный в Новгороде. Никого из жителей не знавший. Он в первый раз был в Новгороде еще до поступления своего в Клопский монастырь. Завидев человека, идущего в странном одеянии, дети толпой кинулись к нему и стали рассматривать его. Наиболее резвые стали смеяться над святым мужем, а иные даже бросали ему под ноги камни и ссор. Святой Иоанн стоял вдали на улице. День клонился к вечеру. Уже сумерки спустились на землю, и все окружающее стало скрываться во мраке. Но светлое и ясно провидел святой Михаил будущее блаженного отрока. Не обращая внимания на шум и шалости детей, он направляется к Иоанну, берет его за волосы и, приподняв его выше себя, говорит «Иван, прилежно изучай книги «Быть тебе архиепископом в Великом Новгороде». После всего он обнял ребенка, поцеловал его и удалился. Так святой Михаил, не зная прежде имени ребенка, предрек то, что действительно исполнилось через пятьдесят лет, спустя четыре года после блаженной кончини самого святого Михаила. Между тем, отрок Иоанн, достигнув совершеннолетнего возраста, решился посвятить себя служению Господу. Еще с самого детства он строго соблюдал все заповеди Христова и любил уединение. Теперь он вознамерился принять на себя иноческое пострижение. В пятидесяти верстах от Новгорода, среди больших лесов, вдали от человеческого жилища, находилась отнея пустынь. Сюда-то и поступил святой Иоанн. Архимандрит всей обители Харитон с любовью принял прибавшего и постепослиг его в Иноке, дав ему имя Ионы. Строгую и суровую жизнь, исполненную великих иноческих подвигов, стал вести святой Иона. Его подвиги изумляли братьев. Так что иноки после смерти Харитона избрали единодушность святого Иона игуменом своей обители. На новой должности блаженный показал себя мудрым правителем, настоящим пастырем, кротким руководителем и опытным настоящим. Слава о его трудах и подвигах быстро распространялась. Вскоре о нем стало известно и в Великом Новгороде. Многие жители Новгорода и других мест стали приходить к святому, назидались его мудрыми наставлениями, просили его молитв и благословения. Многие стали делать пожертвования в обитель, так что под мудрым управлением святого Ионы, скудные и бедные досели средствами, от нее обитель стала процветать. Число иноков ее умножалось, и все они подражали по мере сил своих святому Ионе. В 1458 году скончался святитель Новгородский Есимий. Оплакиваемый всем народом, этот пастырь, пользуясь любовью и уважением, был с честью похоронен. Новгородские граждане единодушно желали видеть на архипастерском престоле святого Иону. Тягостно было ему оставлять тихую от нее пустынь, но он не решался противиться желанию народному. В 1458 году он прибыл в Новгород, а в 1459 году был возведен санархиепископа Новгородского, всероссийским митрополитом святым Ионою. Занимав архипастерский престол в Москве от 1448 по 1661 год, новый архиепископ был украшен всеми добродетелями, так что новгородцы увидели в нем вполне достойного преемника, спасившего святителя Есимия. Святой муж отличался своей любовью к пастве, особенно же он защищал бедных и сирых, памятуя о своем сиротстве. На нем вполне исполнились слова Ева, «Устав да вы, благословяли меня, оком я был слепым, ногой хромым, я был отец немощным». Не было человека, который бы мог дурно отозваться о святителе. Все любили и желали его видеть, все, кто слышал его, получали наслаждение. Занимая такой высокий престол, он был со всеми кроток и прост. Всем он старался оказать какое-либо добро, дать мудрый совет. Не только одни новгородцы уважали своего владыку, но даже и московские князья любили святого Иону. Почитали его и нередко посылали ему послания и получали от него совет. Ибо часто святитель пророчески предсказывал будущее, и слово его всегда в точности исполнялось. А в то время московские князья Василий Темный и сын его Иоанн III, Василий Темный был великим князем с 1425 по 62 год, а сын его Иоанн III, с 62 по 505 год. Особенно недоверчиво относились к новгородцам, которые не могли забыть о прежней своей независимости от Москвы, и посему не раз навлекали на себя гнев царский. Святитель Иоанна, пользовавшийся таким уважением у великих князей московских, защищал своих сограждан и смягчал царский гнев. Сами новгородцы просили у него ходатайства перед князьями московскими. Часто также он своим властным словом прекращал их постоянные неурядицы и взаимные раздоры. Святителю приходилось нередко вступать в дела гражданские. Вскоре после его вступления на престол начались нестроения из церкви. Из Рима прибыл в Литву ученик и лжи митрополита Исидора и вступил в управление западно-русской церковью. В Москве был создан собор, где было постановлено не признавать его митрополитом. Сам новгородский пастор не был в Москве на этом соборе. Но митрополит московский прислал ему соборное определение и увещевал его крепко стоять за православие, укреплять в истинной вере свою пасту, а заблудших убеждать и обращать к истине. Часто святителю приходилось усовещать своих сограждан. В 1460 году в Новгород прибыл великий князь московский Василий с двумя своими сыновьями Юрием и Андреем. На этот раз он прибыл в Новгород с миром, ибо желал поклониться новгородским чудотворцам и собрать подость жителей. Несколько лет тому назад он же приходил под Новгород с сильным войском и наказал новгородцев за их приязнь к его врагам. Некоторые жители, помня это, составили дерзкий замысел умертвить князя. Когда святитель узнал о таком безумном умерении, он немедленно явился в собрание заговорщиков. «Безумцы», — сказал им святитель, — «что вы замыслили? Если вы не убьете великого князя, то чего вы добьетесь? Только одно несчастье и бедствие навлечете на Новгород. Его старший сын Иоанн, следовав о вашем злодействии, немедленно явится с сильным войском и опустошит страну». Это увещание сильно подействовало на заговорщиков. Они сами ясно поняли свое положение. Новгородцы с честью приняли великого князя. Святитель также оказывал ему свое уважение. Великий князь часто беседовал с блаженным архипастырем и исполнял все его советы. Он полюбил его, как своего отца, и слушал его во всем. Особенно он уважал святителя за его добродетельную жизнь. Во время пребывания в Новгороде великого князя произошло дивное исцеление княжеского постельничьего у раки мощей святого Варлама Хутынского. Этот молодой человек из рода бояр рязанских внезапно сильно за ним мог. Силы его быстро истощались. Наконец-то он, казалось, совсем умер. Когда его поднесли к раке мощей святого Варлама, он вдруг ожил и стал совершенно здоровым. Это удивительное чудо произошло на глазах самого великого князя, его бояр и других лиц. Прибывшие в Новгород признали, что сей город пользуется особым покровительством свыше. Святитель Леона тут же повелел записать это чудо на память потомкам и возложил сие дело на прибывшего со святой горы Пахомия Логофета. Спустя некоторое время князь отправился обратно в Москву. Прощаясь со святым пастырем, великий князь приглашал его на совещание в Москву. Вскоре святителю пришлось отправиться туда. Князь разгневался снова на жителей Новгорода. Некоторые вельможи старались усилить нерасположение князя к новгородцам. Святой Иона, желая утолить гнев его, несмотря на свои годы, отправился в Москву, пренебрегая всеми трудностями далекого пути. Приближаясь к этому городу, он вспомнил великого защитника русской земли, преподобного Сергия Радонежского, и дал обед по возвращении построить храм во имя этого славного подвижника и дивного угодника Божия. За пять верст от Москвы святителя встретили бояре и несколько игуменов. Когда же святитель прибыл в город, митрополит московский принял его с любовью. На княжеском дворе уже давно ждали святого архиепископа. Здесь его встретили бояре. На лестнице с великой княжей терем его взяли под руки дети Василия Васильевича. Сам князь был весьма рад видеть перед собой мудрого владыку. Он принял дань и подарки, которые святитель привез с собой из своего города. Во все время пребывания святителя в Москве, великий князь оказывал ему полное уважение. Он часто призывал его к себе, беседовал с ним о разных делах гражданских и церковных. Однажды он призвал к себе святителя новгородского и митрополита московского. И высказал свое недовольство на новгородцев. Он жаловался на них святому Ионе за то, что они готовы стать на сторону врагов русской земли и литовцев, оказывают мало уважения ему великому князю, и даже сказал, что намеревается идти с войском на мятежных новгородцев, чтобы раз навсегда положить предел их смутам и своевольствам. Святитель Иона, как истинный пастырь, стал горячо заступать из-за своих духовных чад. Говорил князю, что ему многое передают неправильно, стараясь возбудить его гнев. Он просил Василия не обращать внимания на речи завистливых клеветников, не увлекаться гневом, но помиловать новгородцев. Великий государь, не позволяй гневу овладевать твоим сердцем, не внимай клеветникам и завистникам, не карай многих невинных из-за горсти виновных, но отечестви вразуми жителей нашего города и окажи им свою любовь и милость. Если же ты, не внимая мольбам нашим, строго станешь взыскивать жителей Новгорода, то опасайся, чтобы и между твоими чадами не возникло разделение. Нет, князь, не подвигнешь по клевете на твою отчину, но милостиво возри на народ твой, не возлагай на него новых даней и повинностей, и знай, что уже дни твои приближаются к концу. Сын твой Иоанн восядет на престоле Великокняжеском после тебя. Вместе со своей пастрой я буду возносить о нем молитвы Господу, да избавит его всесильная десница Божия от насилия и безбожных татар, да возвысит его над всеми врагами и укрепит его державу, если он будет соблюдать заповеди Господни, и скротостью будет управлять своей землей. Слова эти сильно обрадовали великого князя, заветной мечтой которого было освобождение от фига татарского. Зная, что предсказание святого архиепископа в точности сбывается, Василий обещал святителю Иоанне отложить гнев всякий на новгородцев и даровать им мир. Он дал в этом слово архиепископу перед митрополитом. По окончании этой беседы новгородский архипастор прослезился. Недоумевая всем, великий князь и митрополит спросили святителя о причине его слез. Кто может, ответствовав им святой, унизить и смирить такой сильный многолюдный город, как наш, только сами граждане своими усобицами? Лишь о том молю Господа, чтобы не было этого во дни мои. И так святой Иоанна ясно предвидел будущее падения Новгорода. Зная это, он и спросил у Василия и его сына Иоанна право суда для любой отней обители. Князья охотно исполнили просьбу святителя. Они дали ему грамоту великокняжеской своей печатью. Великий князь так твердо верил словам новгородского владыки, что тогда же написал духовную. Назначив в ней у девы своим сыновьям и супруги, великий князь определил в ней собирать дань для татар только до тех пор, пока они еще имеют власть над русской землей. Но наступит время, говорит здесь Василий, когда власть их рухнет, и Господь избавит русских князей от их иго. Тогда князья уже не должны более вносить великому князю дань для уплаты ордынскому хану. После этого святитель Новгородский отправился к своей пастре. Князь и бояре с честью провожали уважаемого архипастыря. Не меньше любого встретили граждане новгородские своего владыку, который так горячо ходатайствовал за них перед великим князем. Прибыв в свою епархию, святитель немедленно исполнил данное им обещание. Построил первый в Новгороде храм в честь преподобного отца нашего Сергия Радонежского. Он со всяким благолепием украсил новый храм, снабдил его богослужебными книгами и иконами, и часто посещал его. Святой Иоанн много заботился о духовном просвещении своей паствы, сам отличаясь большой начитанностью и глубоким знанием божественного писания. Он желал, чтобы и духовные его чадо могли поучаться и иметь для назидательного чтения жизнеописания знаменитых подвижников Новгородской области. Для этого, по согласию с митрополитом всероссийским святым Иоанн, новгородский архипастырь поручил прибывшему со святой горы ученику Иноку Пахомию, Логофету, пересмотреть и написать некоторые жития святых. Кроме того, до нас дошло несколько богослужебных книг, писанных по благословению архиепископа Иоанна. Вскоре после возвращения из Москвы, митрополит всероссийский Иоанна прислал послание блаженному святителю Новгородскому. Чувствовав приближение своей кончины, митрополит Иоанна еще раз желал увидеться с новгородским владыкой и насладиться его духовной беседой. Вместе с тем, митрополит просил святого Иоанну, чтобы он принял личное участие в избрании достойного ему преемника и предал его самого погребению. Просчитав все послания, святой Иоанна проследился и воскликнул «Великой благодати лишается ныне Москва, а вместе с ней вся русская земля». Однако удрученный годами болезни ног, сам святой Иоанна не мог отправиться в Москву. Он послал святителю московскому грамоту, в кое утешал его, писал «Не скорби, что нам нельзя повидаться теперь, ибо мы свидимся уже в той жизни по отшествии и избренного тела. Радостно будет тогда наше свидание, ибо мы воспримем тогда мзду от самого пастыря-начальника». Избрание преемника святой Иоанна предоставлял Господу и освященному собору. Кого Дух Святой изберет и благословит, того и я буду готов принять. Святой митрополит московский Иоанна представился 31 марта 1461 года. Зная святость его жизни, святитель Новгородский поручил вышеназванному пахомию логофету составить канон. Вскоре после этого святитель московский был причислен к лику святых. В 1462 году по смерти Василия на престол далеко княжеский вступил сын его Иоанн III. Святой Иоанна отправился по делам в Москву к новому князю. Он напоминал ему о том, что предрек еще его отцу, прибавил, «Не презрит Господь молитвы стольких угнетенных, он рассеет Орду, но пусть государь пребывает в благочестии и твердо хранит заповеди Божии». В то же время святитель проспасил великого князя подтвердить прежнюю грамоту для отни и пустыни, чтобы эта обитель имела право суда. Иоанн, глубоко уважавший святителя, охотно исполнил его просьбу. Он подтвердил грамоту, данную его отцом, и приложил к ней печать своим собственным изображением. В то время произошло печальное разделение русской церкви. Григорий, посвященный в епископы в Риме, объявил себя митрополитом русским и, принятый благословно королем польским, стал управлять церковными делами в юго-западной России, подвластной тогда польскому королю. Об этом деле многие православные и сам великий князь писали святителю, просяя его содействия и поддержки. Святой Иоанн сам, твердый в православии, всячески противодействовал такому разделению и много получал свою пасху, убеждая ее не оставлять старой веры православной и оставаться верной престолу московского митрополита. Как истинный пастырь он смело и безбоязненно разрушил все происки врагов православия и охранял свое словесное стадо. Немало трудов понес святой Иоанна своим мудрым словом, своей любовью. Он не раз погашал раздор между новгородцами и мсковещами. Жители Пскова, тяготясь зависимостью от новгородского владыки, стали просить, чтобы великий князь назначил им в Псков особого епископа. Они даже захватили часть земель и угодий, которые принадлежали архиепископу новгородскому. Но великий князь не исполнил их просьбу, повелев им во всем повиноваться блаженному святителю новгородскому и возвратить несправедливо ими захваченное. Псковичи так и сделали. Много содействовал этому своим примерам и сам святой Иоанна. Он даже не потребовал псковичей никакого вознаграждения за убытки, причиненные ими архиерейской кафедре. Видя его любовь и бескорыстие, большая часть псковичей стала еще больше уважать его и оказывать ему должную честь. Святой Иоанн много заботился о построении и украшении храмов божьих. Кроме построения храма в честь преподобства Сергия Радонежского, святитель заботился о своей любимой отне обители, где начались его иноческие труды и подвиги. Он построил здесь каменный храм во имя трех святителей и великолепно его украсил. Для этого он вызвал самых лучших иконопистов и щедро расточал свое имение, чтобы обильно снабдить новый храм священными предметами и книгами. К этой церкви он пристроил еще другую в честь крестителя Господня Иоанна Предтечи, имя которого он носил еще в миру. В этом храме он собственными руками ископал себе могилу и завещал предать здесь погребение в свое тело. В отне обители святой архипастры построил еще храм во имя святителя Николая. В самом Новгороде он возобновил и украсил Димитриевскую церковь на торговой стороне по преданию, первоначально построенную в память победы Димитрия Донского над Мамаем. За благочестивую жизнь мудрого святителя уважали не только великие князья московские, но даже тверские, смоленские, полоцкие и литовские. Новгородская область, управляемая святым Ионой, пользовалась во все время святительство этого блаженного миром и особым покровительством свыше. Граждане, внимая его по учениям, имели любовь друг к другу. Даже самая земля отличалась тогда особенным плодородием. Все это было по молитвам святого. Только однажды Новгородская и Псковская земля подверглась страшному бедствию. В конце 1466 года открылось моровое поветрие, которое известно под именем Симоновского мура. У больных опухали железы, и на третий или четвертый день они умирали. В следующем, в 1467 году, болезнь вспыхнула с новой силой. В осей новгородской земле умерло 220 652 человека. Великая скорбь и смятение охватили жителей. Но еще более болел душой за своих духовных чад сам архипастырь. Он утешал их и непрестанно молился Господу о прекращении этого страшного бедствия. И молитва его была услышана. В Неревском конце, при Зверинском монастыре, было устроено большое кладбище для погребения умерших. Однажды во время молитвы святитель услышал глаз. Ступаясь крестами в сопровождении всего священного собора, в Неревский конец, в Зверин монастырь, в храм покрова Пресвятой Богородицы на кладбище. Ступая туда, где явился образ святого праведного Симеона Богоприимца. Поставь там в честь его храм и мор прекратится. И святитель возвестил об этом гражданам. И утром 1 октября, в день памяти покрова Пресвятой Богородицы, новгородцы были свидетелями нового дивного чуда. В этот день святитель со всем своим клиром и гражданами направился в указанное место. И преклонив колено перед иконой Симеона Богоприимца, со слезами молился Господу об утолении гнева небесного. В это время народ стал сносить бревна, и в один день была построена церковь. Святой Иона в тот же день осветил ее и совершил в ней божественную литургию. С того дня моровое поветрие прекратилось. В следующем, в 1468 году, святитель Иона на место этой древянной церкви возвих каменный храм в честь праведного Симеона, который сохраняется до сего дня, свидетельствуя о неизреченной милости Божией. В то время начал основываться Соловецкий монастырь. Святитель Иона оказывал великую помощь и содействие новой обители. Вместе с мирскими властями Новгорода он дал святому Зосиме грамоту, по которой отдавал во владение новой обители весь Соловецкий остров со всеми угодьями. Много добра оказывал всем новгородский святитель. Немало трудов ему пришлось перенести. Чувство приближения своей кончины он написал в духовную, где завещевал похоронить тело его в отне обители. Причастившись к святых тайн, он мирно отошел ко Господу 5 ноября 1470 года. С подобающей честью новгородская паста предала погребение тело своего любимого пастыря, наставника и заступника. Честное тело его было положено в отне обители в могиле, приготовленной им самим при церкви святого Иоанна Престечи. До сорока дней братья не закрывали землю и могилу. Господу было угодно прославить не тлением останки своего славного угодника. Братья отинской обители и другие лица сильно удивились, когда видели, что тело святителя не издавало ни малейшего запаха тления. Уже прошло сорок дней со дня кончины праведника, но никто не ощущал запаха гниения. Это братья твердо веруют, что Господу будет угодно открыть мощи своего угодника. Не покрыли гробницы землей, а только сделали из дерева поверх могилы возвышение. Это чудо было тем более удивительно, что место, где стояла церковь, было низкое, земля там была влажна и сыра. Действительно, надежды верующих не были напрасны. Прошло уже около ста лет, когда Господь благоизволил чудесно прославить своего верного служителя и подвижника. Это было самое тяжелое время для жителей Новгорода. При царе Иоанне Васильевиче Грозном и приархиепископе новгородском Леониде 13 сентября утром в Отинской обители вдруг загорелась хлебопекарня. Сильный ветер много способствовал пожару. Фламя охватив все монастырские храмы, с неудержимой силой распространялось все далее и далее. Огонь даже охватил предтеченскую церковь, где была гробница с мощами святого Иоанна. Видя такую опасность, двое простых людей, чтивших память святого архиепископа, бросились в предтеченскую церковь, разобрали деревянное покрытие над гробницей и вынесли ее на монастырскую площадь. Тяжелый дубовый гроб показался им необыкновенно легким. Между тем огонь охватил все здания, бывшие около монастырской площадки, так что грозил самым мощам. Но удивительное зрелище представилось тогда всем. Огонь почти совсем окружил гробницу, но немало ее не повредил. Некоторые пытались было унести гробницу, но не могли ее поднять. Тогда все поняли, что сам Господь невидимой своей силой хранит мощи святого от огненного запаления. Милосердый Господь благоволил и по смерти святителя прославлять его. От гроба его истекает река чудотворений. Всякий, кто преподал к раке мощей его или с верою призывал в молитвах его святое имя, получал исцеление, каким бы то ни было держим недугом. Упомянем здесь о важнейших чудотворениях святого Иона. Инок отинской обители Сильвестр с послушником Климом был однажды послан в Москву для подтверждения прежних царских грамот, кои он вез с собой. От Вышнего Волочка посланные отправили сдали на лодки и вместе с ними ехал один богатый купец. Кормщик, побуждаемый дьяволом, решил воспользоваться деньгами, которые имел при себе купец. В бурном месте реки он отправил лодку на камень. Лодка опрокинулась и все бывшие в ней упали в воду. Кормщик за свой злой умысел был наказан праведным судом Божиим. Он потонул. Все же прочие стали один за другим выплывать на берег. Пасы послушник Клим. Наконец все собрались на берегу и видно было только одного инока Сильвестра. Он не умел плавать. Все уже были уверены, что он погиб. А вдруг увидели свою лодку прибитую волнами к берегу и в ней старца Сильвестра. Это чудо поразило всех. Радовали синоки о своем спасении. Одно печалило их. Царские грамоты вместе с другими вещами пропали при крушении. Немало горевали они о том и вызывали к святителю Ионе прося его помощь помочь им. И молитвы были услышаны. При ветернем сумраке они заметили на поверхности реки какой-то плывший к берегу предмет. Осинив себя крестным знаменем Клим бросился в волну и подплыв к великой своей радости увидел кожаную сумку в которой они везли царские грамоты. Вода чудным образом не испортила грамма. Даже подписи царские были в полной сохранности. Возблагодарив Господа и его угодника святого Иону они отправились в дальнейший путь и прибыли в Москву скоро с успехом исполнили возложенное на них дело. Однажды в смутное время по реке Волхова плыли казаки которые опустошали деревни и грабили жителей не щадя никого. Они приблизились к монастырскому селению и уже намеревались напасть на него. Атаман спросил кому принадлежит это селение. Один христиан по имени Георгий ответствовал это селение принадлежит Отинской обители святому отцу и великому чудотворцу Ионе архиепископу новгородскому. Услышав имя святителя атаман строго наказал своим товарищем никого и ничего не трогать в этом селении. Когда его спросили почему он запрещает им это он сказал однажды на меня прогневался государь и велел казнить меня смертью а я окаянный вспомнив о великому милостивом чудотворце Ионе со всеусердием как таком мог вознес к нему свою недостойную молитву чтобы он защитил меня от царского гнева в сие время и было получено от царя повеление об отмене моей казни. С той поры я постоянно благодарю своего скорого заступника святого Иону. Много и других чудес произошло от мощей святого Ионы. Будем мы всегда призывать в молитвах этого славного святителя славя Триединого Бога. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим приходите подписывайтесь будете регулярно получать с нашего канала.